Протест в форме музыки. Именно таким способом эти люди хотят достучаться до мировых лидеров и заставить их принять меры против нищеты. Компания проводится в Лондоне и называется Агит-8. Она приурочена к саммиту Большой Восьмёрки, который будет проходить 17 и 18 июня в Северной Ирландии. Инициировала Агит-8 организация One Campaign, которую основали ирландские рок-певцы Боно и Боб Гелдов. Её цель – борьба против бедности. Сегодня здесь с нами это необычная группа исполнителей. Все вместе мы несем послание миру о том, что если вы протестуете, это часто помогает прогрессу, и эти протесты выражаются в виде песен. Мы постепенно готовимся к ответственным дням встречи Большой Восьмёрки в Северной Ирландии, и мы хотим чётко донести до политиков, которые там будут, послание о том, что люди хотят видеть действия в отношении ключевого вопроса – положить конец нищете. В этот день в акции принимают участие такие звёзды, как обладательница Грэмми, бенинская певица Анжелика Киджо, английский музыкант Джейми Кулум, английская певица и актриса Палома Фейт и другие. Они исполняют известные протестные композиции в собственных интерпретациях. В целом, Агит-8 поддерживают десятки исполнителей с мировым именем, такие как Ю-Ту, Вилай Эм, Элвис Костелло и Грин Дэй. Анжелика Киджо является также специальным советником компании. «Агит-8 – это способ давления на лидеров, чтобы они сдержали свои обещания и напоминание нам, чтобы мы контролировали их. Если мы положим конец нищете и голоду, мы сможем развить экономику во всех странах мира. Поскольку население будет более здоровым, то оно будет и более образованным, будет больше людей с навыками работы в различных областях, и продуктивность повысится. Может ли это не понравится кому-то из мировых лидеров? Может ли это не понравится кому-то из бизнесменов?» Джейми Кулум исполняет популярную в 60-х композицию «If I rule the world», «Если бы я правил миром». «Должен сказать, что это не обычная протестная песня. Это почти как гимн. Гимн изменениям, гимн хорошему. Думаю, он воздействует на очень простом уровне, но в то же время и на очень глубоком». Джейми объясняет, что привлекло его больше всего. «Одна из вещей в компании «Агит-8», которая меня действительно заинтересовала, это воодушевление правительств требовать большей прозрачности в вопросе финансов от крупных компаний и мировых корпораций. Думаю, если будет больше прозрачности, мы сможем лучше видеть, куда идут деньги и где их можно лучше использовать». Помимо музыкальных выступлений в рамках кампании в лондонском музее «Тейт Модерн» также состоится показ фильма британского режиссёра Ричарда Кёртиса. Картина повествует о важности протестной музыки в истории человечества.